Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл губернатор Алексей Русских. Глава региона проинформировал о структурных изменениях в правительстве. Было создано Министерство имущественных отношений и архитектуры под руководством Михаила Додина. Путем слияния двух министерств образовано Министерство жилищно-коммунального комплекса и строительства, которое возглавил Александр Черепан. Изменения не повлекли дополнительных расходов из бюджета. В регионе также будет создан специализированный научно-технический совет при губернаторе. В целом же экспертный совет поможет расставить приоритеты в региональной предохранной деятельности и совершенствовать ее эколого-экономические механизмы. Важной задачей станет и выбор оптимальных финансовых решений. Тем более, что основным источником привлекаемых в сфере экологии средств должны стать средства федеральных проектов. Еще одной темой, на которую обратил внимание губернатор, стало состояние мусорных полигонов, их соответствие экологическим нормам и стандартам. Глава региона подверг критике качества работы региональных операторов. В этой отрасли отковенной бардаки, попустительства, мусорные отходы в большинстве утилизируются с нарушениями, а некоторые мусоровозы, не доезжая до свалок, и скидывают отходы в ближайших оврагах. Это недопустимо и требует нашего особого внимания. Ситуация на рынке труда в Ульяновской области остается стабильной. Несмотря на это, в регионе уже принята нормативно-правовая база для реализации мер поддержки. Традиционно более 70% свободных вакансий занимают рабочие профессии. Самым крупным работодателем в Ульяновской области является завод «Авиастар». У нас более 11 тысяч рабочих мест, при этом зарегистрировано безработных немногим более 3000 человек. Поэтому на одного безработного приходится 3,7 вакансий. В режимах неполного, измененной занятости, так скажем, находится 6400 человек. При этом в состоянии на такой же период прошлого года, в таких же режимах, находилось более 8,5 тысяч человек. Поэтому ситуация достаточно стабильная. В Ульяновской области активными темпами ведется подготовка к летней оздоровительной кампании. Задача Министерства просвещения и воспитания в том, чтобы максимальное число школьников смогли отдохнуть в летних оздоровительных лагерях. И если в прошлые годы из-за коронавируса действовали ограничения по заполняемости, то сегодня они сняты. Вся необходимая информация, которая нужна родителям, есть на сайте Министерства просвещения и на портале лета73.ру. Также начала работу программа кэшбэка. На сегодняшний день мы понимаем, что 528 организаций отдыха и оздоровления детей будут функционировать в регионе. Из них 26 – загородных лагерей. Мы планируем, что в этом году отдохнет более 45 тысяч наших детей, в том числе и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Программа должна помочь гражданам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, города красивыми и комфортными. В прошлом году удалось построить более 9 тысяч новых квартир в рамках проекта. В этом году перед нами установлен показатель по вводу жилья в объеме 800 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на сегодняшний день уже выполнено около 20% от годового плана. Также в рамках проекта предусмотрено 337 миллионов рублей от консолидированного бюджета с участием и федерального, и регионального бюджета, за счет которого мы планируем завершить строительство детского сада по улице Шигаева. В Ульяновской области ведется подготовка к проведению весеннеполевых работ. В регионе ежегодно увеличивают посевные площади. В этом году рост составит 15% по сравнению к прошлогодним показателям. Площадь, занятая зерновыми культурами, в 2022 году составит 619 тысяч гектаров. Мы в этом году выходим на площадь в общественном секторе под овощами на 1500 гектаров. Это на 21% больше по сравнению с прошлым годом. И картофель мы увеличиваем на 15% посевных площадей. Для проведения также сезонных полевых работ аграриями области у нас ведется подготовка запасов материально-технических ресурсов. Это горюче-смазочные материалы, материальные удобрения, семена. И здесь хочу сказать, что на сегодняшний день сельхозпроизводители приобрели у нас с вами 103 тысячи тонн семян. На заседании также обсудили меры по борьбе с весенним паводком, работу управляющих компаний, ситуацию по заболеваемости коронавирусом COVID-19 и планы по реконструкции гостиницы «Венец». Валентина Никонова, Артем Куранов, AllPravdaTV.